В Чувашии осложнилась эпидемиологическая обстановка. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю резко возросла на 62%. Какие меры необходимо принять прямо сейчас, чтобы не допустить роста заболеваемости, обсудили на еженедельном совещании правительства республики. Минздрав отслеживает ситуацию в последние шесть недель. На прошлой шестой неделе по поводу гриппа и ОРВИ обратились к врачам свыше 12 тысяч человек. Суммарный показатель – 992 заболевших на 100 тысяч населения. Чаще всего болеют дети до 17 лет. Из-за этого в большинстве школ республики объявлен карантин. В некоторых даже отменены занятия либо для всех учеников, либо только для младших классов. Традиционно самая высокая заболеваемость в Новочебоксарске и Чебоксарах. В этом году к ним прибавились Мариинско-Пасадский и Янтиковские районы. Новый вирус АН3Н2 выявлен у трех больных. Еще несколько случаев гриппа В, парагриппа и риновируса. Ни один из этих пациентов не был привит от гриппа. Ситуацию с ценами на лекарственные препараты Минздрав также контролирует в ручном режиме. Алла Самойлова прямо на планерке продемонстрировала, как можно экономить. Амепрозол, Амес и Ультоп. Три препарата, которые совершенно одинаковые. По международному непатентованному названию Амепрозол. Российский стоит 30 рублей. Амес, индийский препарат стоит, не хочу рекламировать ничего, но он стоит 200 рублей. Ультоп стоит на сегодняшний день 300 рублей. 30 и 300. Разница в 10 раз. Понятно, что для пациента, скажу честно, никакого различия не имеет, пить этот препарат или этот препарат. Конечно, здесь во многом это то, что назначил врач. То есть, как он правильно объяснил. Дальше, как ведет себя фармацевт или провизор. То есть, назначает тот или иной препарат. И если он будет говорить, что ничем не отличается амепрозол российский от амепрозола импортного, то, конечно же, он продаст более дешевый препарат. Именно в этом сейчас заключается социальная ответственность продавцов. Лекарств не гнаться за коммерческой выгодой, а войти в положение покупателей. Мониторинг цен показывает, и импортные, и отечественные препараты потихоньку дорожают. Причем, чем выше была стартовая цена, тем заметнее повышение. К счастью, это не относится к лекарствам из списка жизненно важных и необходимых. А вот у продовольственных товаров аббревиатуры ЖВНЛП нет. Поэтому поставщики не церемонятся. Речь идет о привозных овощах и фруктах, мороженой рыбе. Причем, вовсе не импортных, а из соседних регионов. Сегодня наши сетевые компании, они не являются драйверами роста цен. Сегодня отпускается нас, производителя, через дистрибьюцию. Когда нам с коллегами работают, откуда товар поступает? Я говорю сейчас о российских продуктах питания. Они подорожали в два раза. Отдельные позиции, надо работать по отдельным позициям. Не скопом мониторинг вести. На неделю себе намечать и отработать одну-две товарные позиции, цепочку. Почему это произошло? Производить в других регионах. Ну, то есть, это ненормально. Минэкономразвитие также рекомендует почаще обращаться к своему сайту, где постоянно обновляется информация о товарах и ценах. Что же касается местной продукции, то здесь даже наметилось некоторое снижение цен. Например, подешевели свинины, крупогречневые, капусту, молоко, куры. Некоторые продукты у нас одни из самых дешевых в округе и в России в целом. По таким продуктам, как свинина, мы находимся на первом месте в ПФО и на втором месте среди регионов России. По хлебобулочным изделиям, это из ржаной муки, из пшеничной муки, тоже на лидирующих позиций вторые места занимаем. По самой муки пшеничной тоже на третьем месте. По колбасным изделиям на четвертом и в девятом месте по России. Сыры, куры охлажденные на пятом месте и 13 место по России. Картофель на пятом месте. Хорошо зарекомендовали себя ярмарки выходного дня, где сельхозпроизводители продают свою продукцию по ценам ниже рыночных и магазинных. Столичные власти даже увеличили количество торговых мест. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.